Очень много проповедей, которые вы слышите, в том числе и от меня, говорят о перемене образа мышления. Как это можно сделать? Можно ли вообще изменить образ мышления? Есть много разных мнений по этому поводу. Моё мнение такое. Оно не претендует, естественно, на истину в последней инстанции, но тем не менее. Изменить мышление вообще невозможно. То есть нельзя просто сесть вот так вот, щелкнуть и поменять своё мышление. Так не бывает. Мышление меняется вследствие каких-то определённых наших действий. Почему? Потому что я напомню вам такую цепочку знаменитую. Мысли порождают действия, действия порождают привычки, привычки порождают характер, а характер порождает судьбу. То есть фактически, если мы недовольны своей судьбой, нам нужно поменять свои мысли. Но дело в том, что мысли, которые у нас в голове, они не от нас. У нас в голове ничего само по себе не происходит, не зарождается. Мысли к нам в голову сельсо. И на всех языках мира, какие бы вы ни слышали и ни говорили, вы всегда будете слышать одно. Мне в голову пришла идея, меня посетила мысль и так далее. То есть мысли нас посещают, мысли к нам приходят, идеи к нам приходят. От кого? Мы знаем, что все хорошее идет от Отца Света, то есть от нашего Всевышнего, который посылает нам те мысли, которые мы должны иметь в голове. Но и дьявол, как говорится, не спит и не дремлет, точно так же, потому что он копия Небесного Отца, хоть и неудачная, но копия. И он точно так же сеет нам разные мысли. Эти мысли наверняка очень нехорошие. Это мысли сомнений, это мысли стыда, это мысли страха, это мысли депрессии, различных неблагочестивых действий и так далее и тому подобное. То есть очень много вещей происходит в нашем мозгу, когда дьявол сеет нам все эти мысли. И на самом деле то, что мы эти мысли в голове имеем, то есть мы их приняли вот сюда, вот в мыслеприемник свой, да, вот между правом и ухом мыслеприемник такой есть, называется он человеческий ум. В этом ничего страшного нет, на самом деле мы должны пленять все плохие мысли по слушанию Иисусу Христу, мы это все знаем. Но почему же при всем при этом Павел говорит, что я чего не хочу, то делаю, а чего хочу, того не делаю. То есть выглядят какие-то действия, как следствие мыслей, да, которые у нас в голове есть, которые мы делаем, но мы не хотим. Мы изначально знаем, что это нехорошо, мы не хотим этого делать, но мы это делаем, потому что действия – это всегда последствия мыслей. Очень просто. Есть два, по библейским, так сказать, утверждениям, я в них свято верю, есть два образа мышления – помышление ума и помышление сердца. Бог судит помышление сердца, не помышление ума. И если мы с вами, да, то есть вот мыслеприемник поступили мысли, дальше мы их должны отфильтровать, что наше, что не наше, что мы хотим, даже принять ничего не хотим. Все, что мы не хотим принять, оно понятно, что эта мысль останется здесь, она никуда не денется в этом мыслеприемнике, если, конечно, мы ее оттуда не уберем. Но дальше эта мысль, грубо говоря, проваливается нам в сердце, и здесь в сердце оно сеется, это как зерно. И я хочу вам сказать, что любая мысль, посеянная в вашем сердце, – это почва очень плодоводная, и любая мысль, посеянная в вашем сердце, даст свой плод. И это очень важно, поэтому Иисус говорит, берегите прежде всего ваше око, то есть чтобы вы не видели всякого плохого, потому что у нас светильник для всего тела. Притчи говорят, что нужно больше всего беречь свое сердце, потому что оно источник жизни. Представьте себе, что если ваш источник жизни зарастет сорняком, будет очень неприятная ситуация. Так вот, если мы с вами приняли какие-то мысли в сердце, мы начинаем их реализовывать в жизни, потому что любое действие, как я уже сказал, – это последствия мысли, это следствие ему. Эти действия формируются у нас в привычке, привычки нам формируют характер. Так вот, когда мы приходим к Богу, в этот момент мы понимаем, что есть многие вещи, которые мы делаем, они неправильные, потому что мысли, которые породили эти действия, тоже неправильные. Нам нужно с этим что-то решать, что-то с этим делать. И в этот момент мы хотим поменять свое образ мышления. Да, понятно, что иногда бывает такое, что Бог приходит и просто раз и меняет человека на лету, просто за секунду становится другим человеком. Но это все не наше, это не от нас зависит, это не вне зоны нашего контроля, это Божье решение. Но Иисус говорит, что от Ивара до наших дней Царство Божие усилием берется. То есть мы должны предложить усилия для того, чтобы наш образ мысли бы применялся. И если мы замечаем на собой какие-то действия, например, сквернословие, порнографию, осуждение, может быть, какие-то другие действия, неважно какие, и мы вдруг ловимся на мысли, опа, я сейчас иду делать опять то же самое, это значит, что мысль, которая у нас в голове появилась, она та же самая. Что нужно сделать? Нужно сломать этот автомат, нужно не делать этого. То есть если у нас сейчас, скажем, человек только покаялся, или не только покаялся, а вообще, я знаю очень много курящих, левочих, но человек понимает, что курить вредно, что ему делать, чтобы не курить? Вот потянулась рука к сигарете, он должен сам себе сказать, я этого делать не буду. Не буду, потому что это плохо, и не делают этого. В голове происходит смена автомата. То есть мысль была посеяна, нужно покурить, и вдруг действие не последовало, и если это повторится еще раз, и еще раз, и еще раз, эта мысль перестанет действовать в нашей голове, потому что она перестает быть триггером, она становится неактуальной. Так работает человеческий мозг, но если так, в общих чертах. Поэтому если вы хотите поменять образ своих мыслей, обратите внимание на то, что вы делаете. Для этого вам нужен наставник, или брат или сестра, которые будут вам помогать с этим со всем справиться. Это должен быть человек верующий, который в вере уже долго, и который не живет ни в каком явном грехе, и у которого нет субъективного к вам отношения, то есть хорошего и плохого. То есть он вас просто любит в любовью к Божию Иисуса Христа, и он готов помочь вам стать другим. Для чего он нужен? Для того, чтобы если вы что-то вдруг сделаете не так, не осуждать вас. А, вот ты опять? Нет. Для того, чтобы он сказал, смотри, ты опять сделал неправильно. Что нужно сделать, чтобы этого не повторилось? Давай в следующий раз сделаем так-то. Есть очень много разных методов, которые я применяю в работе со своими верующими, которые меня окружают, братьями и сестрами, теми, с кем мы проводим энкаунтеры. Мы именно так и поступаем. То есть когда человек говорит, ой, я опять что-то сделал, мы его не осуждаем. Мы ему говорим, как ты считаешь, что нужно сделать в следующий раз, чтобы этого не повторилось? И мы с ним вместе разбираем эти вопросы. Обратите внимание, что Бог создал нас по образу своему и подобию. И вот в этой вот коробочке между правым и левым ухом у нас заложены все абсолютные ответы на абсолютно все вопросы. Нам нужно просто научиться всем этим пользоваться. Для этого как раз нужен взгляд со стороны рыбы. Она не видит аквариума, в котором она живет. Но мы со стороны видим и аквариум и рыбу. То же самое и наставник ваш. Он видит со стороны и ваши обстоятельства, и вас в этих обстоятельствах. Он может подсказать, как и где лучше поступить по библейским принципам. Я желаю вам найти такого человека и действительно поработать с ним над своим образом действий. Обязательно задавать вопросы на эту тему. Я очень люблю раскрывать эту тему. Тему именно образа мышления, образа действия, моделей поведения и так далее. Очень актуальная для христиан тема, потому что мы почему-то в вере иногда разлучаемся думать. Мы думаем, что все произойдет само собой. Никакой волшебник в голубом вертолете не пролетит. Ничего вам бесплатно показывать не будет. И ничего в подарок вам не оставят. Нужно все делать собственными усилиями. И этому посвящено очень много моих пробований и выступлений публичных, и на телевидении, и на различных семинарах, и саммитах и так далее. Обращайтесь. Я с удовольствием помогу вам раскрыть эту тему.